Апостол Павла Крымлин, 8 глава, 20-21 стих. А ты кто человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его? Зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшочник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? Но вот во всей Библии это единственное место, где на заданный вопрос ответа нет. Когда ученики спрашивают, когда Господи в основной штабство Израиля, он говорит, не ваше дело знать времена и сроки. За собой смотрите. А здесь даже вопрос задавать нельзя. Бога никто здесь не видел, когда человек разговаривает. А просто вопрос стоит, меня Бог таким создал. Я мог быть выше ростом, мог быть сильнее, умнее. Тут еще что-то влияет от меня, ум развивать, считать. Ну а все остальное от меня не зависело. И человек ставит так вопрос, а я хочу. Мы когда обычно идем к начальнику, говорим, Господи, я иду к нему сейчас. Ты смягчи его сердце, чтобы он расположился там, подписал бумагу, татадал. А Господь прямо говорит, иди к фараону, а я жесточу его сердце, иди. Фараон не может противостать. А фараон, может быть, молился, Господи, а как по-хорошему-то отпустить этот народ-то, чтобы жестокосердно мне не быть. Он тоже мог так молиться, мы можем предположить. Но ночью ему положен каменный сердце, он взялся каменный. Вчерашнее решение стало отменять. Советники сказали, советуют в другую сторону. Иди к нему. Да что иди-то, когда уже, Господи, ты на поперек встал дороги. Одно дело, когда человек стоит, там можно его попросить, Бог уберет. Сам Бог встал на дороге. А зачем ты споришь? Я сказал, ты иди. А я Бога не знаю. Ты знаешь Его. Ты просто не можешь выразить словами. Да я против Бога ничего не говорил. Не говорил. Никогда. А написано, неверующий Богу представляет Его лживого. Он не говорит, но представляет. Вот в Библии написано, да мало ли еще, бумага все стерпит. Ты не поверил. Написано, неверующий тебе сказал, Бог врет. Вот как это я тебе выражу. Да разве такие слова я мог сказать? Писание так говорит. Неверующий представляет Его, чтобы Бог солгал. Иначе ты каждое слово будешь хватать, целовать Его, и Господи, только бы мне не оказаться в числе тех, которые на левой стороне. Бог силен изменить. Интересное толкование дается на это. Как ожесточить? Чем? Любовью. Вот на дороге грязь. Солнце нужно, чтобы высушить дорогу. Но грязь эта, на ней сейчас, когда она мягкая почва, любое семя даст растоп. Но вот влага улетучивается, и земля делается, как камень. Ее ничего не пробьешь. И чем больше Бог оказывал милости фараону, тем жестче делалось его сердце. Влага любви Божией улетучилась, не принималась. Вот как понимать надо. Ну а почему он так с Россией? Я был за границей, видел. Спрашиваю, когда это построенный сарай обыкновенный? Да кто его знает когда? Ну лет 300 назад. Сарай 300 лет. Из камня весь сложили, из бутылок камня. Ну мы только вокруг пруда за 17 лет уже три раза перегоражили. Она правда падает, гниет, все. А если мы будем хорошо делать, власть сменится, перестройка, коллективизация, расплачивание, и нас все равно сметут. Ручку в Австралии нормально живут, здесь нет. А ты сейчас споришь. Бог назначил русскому народу быть таким. Вот он назначил ему. Вот нам с этой сары зайти. А евреи можно быть другим, он может быть другим. Но вообще вся нация, это как закваска в мире. Все ненавидимы и сбои. Будут шататься по всему миру и завоюют весь мир через деньги. У них цель, великая цель покорения мира. Но в этом и самая великая трагедия. И вместо ожидаемого бессилия Христа, примут антихриста. А ты же нужно спорить с Богом. И мы должны себе поставить вопрос, а я не спорю ли? Я наконец-то в Священном Писании увидел, что спорит тот, кто не знает. Христос никогда не спорил. А написано, что Христос спорили. Я ни в одном месте не нашел. И Бог не спорит. И написано, что фарисеи спорили с учениками Христовыми. А почему они ученики с ним спорили? А знающий, он не спорит. Он возвещает истину. Двое спорят, это дошло бы они не знают. А если ты знаешь, чего тебе спорить? Я знаю, Христос умер за мои грехи. А нет, Магомед. О, вовремя дело, нет и Магомед. А я знаю, что Христос. Нет другого имени под небом данного человека, которому бежало бы нам спастись. Надо нам научиться мыслить. Вот так, как сказал Господь. Вот открываем мы Священное Писание. Что говорится о споре? Деяние 25.19. Но они имели некоторые споры с ним об их богопочитании, о каком-то Иисусе умершем, о котором Паил утверждал, что он жив. Вот спорят католики с православными. Разделились западно-восточная церковь. О чем спорили? Ведь сегодня собирается богослово с той и другой стороны и упирается в так называемую филиовку. Дух Святой исходит от Отца, и же от Отца исходящего. А католики добавили, и же от Отца исходящего. Не святые, а ты, как Афанасий Великий, верили, что и от Сына исходят. Господь говорит, и пойду, и пошлю Духа Святой. Места писания подтверждают то и другое. Спорить-то было не о чем. А разделились-то на века. Столько и походы пойдут. А что? Протопопа вакуум. Противостал никому. Ну и правильно. Потому что вчера прижимали пальцы два, теперь давай три. И фону стал ломать не так писать. Но стоило разделяться. А ведь разделение-то было практически по всей России прошло. Слабохарактерные подчинились, а более твердые остались в верность старому обряду. Ведь это не три, не четыре, а до пяти миллионов. Вот где она уже была революцией. Спорили, писали книги, нашлись мудрецы с той и другой стороны. Мне Бог позволил читать всю эту апологетику. Я не знаю, если где что, чтобы мне в руки не попало. Я нигде не нашел ни одной строчки, чтобы спорили о том, как идти благовестовать, как людям показать Христа, как жить во Христе. Вообще об этом нет слова. А два надо говорить аллилуйя или три. А почему два-три? Надо всю жизнь говорить аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе Божия. Два перста или три. Я беседую со старой апресом. Почему два? А это Бог и человек. А почему три? Три троица, правильно. А что ты изображаешь на себе? Крест. Крест что означает? Вещественное. Бог не подвержен страданию. Ты согласен? Ну, Златоуз говорит, да, божество не подвержено. Вот два пальца, а это Бог и человечество. Как ты можешь крест изображать-то? Двумя пальцами. Это уже несоответствие действительности. Уже элемент ересь. А троица тем более. Троица не умирала на кресте. Грижу задумался. Ну а как это? Как католики? Петерней. Потому что пять ран, пять ран это вещественное, на вещественном кресте. Сообразуйте духовное с духовным. Я петерней не буду крестить, я так не приучен. Я молюсь двумя крестами. Я здесь-то так научен. Но в этом заложен элемент ересь. И ересь в том, что божество тоже страдало на кресте. И Бог бесстрастен. Понимаете, даже до этого не нашел ни конья вакуум. О чем спорили? Да мы были едины, монолитны. Если бы Евангелие-то проповедовали. Спорить вообще даже не о чем. И какие книги? С одной или с двумя. Я стал исследовать и нашел не одна и не две, а полторы, оказывается, буквы. А как? На первой и краткой. Ешева. А нам скажи Ешеву. А почему Иисус? Даже никогда не подумаешь почему. Потому что в греческом алфае буквы Ш нету. Они Ессе сказали. И я удивляюсь, откуда вы взяли Иисус? Откуда? Буквы у него нету в этого народа. Буквы Ш. Иерушалим. А у нас Иерусалим. Шалом. Салим, Иерусалим. Шалом. Мир. Вот ведь суть-то в чем. Спорили люди, не знающие, не ведущие. И упустили самое главное. А ты кто, что споришь с Богом? А ведь если это написано в Писании и в оригинале, то мы спорим с Богом. Надо просто научиться покорять все воли Божией. Да будет воля твоя. Это очень легко считать. Да будет воля твоя. Назвенит. Остановись. Воля его познается только в Священном Писании. А воля Божия открыта была святыми пророками и апостолами. А еще где Бог тебе в душе будет открывать, но только согласно Слову Божию. А все остальное не от Бога. А если иное? Павел это предусмотрел и говорит Анафема. А если ангел с крыльями, сияющий, Анафема? Если не то, будет говорить. Галатам 1, 8, 9. Ну кто из нас на это решится? Все. Патриарх сказал, митрополит сказал, поп сказал, священник. Вопреки Писанию Анафема ему. И папе, и патриарху. Спорили они о каком-то богопочитании. Если я молюсь Богу, кто между мной и Богом может встать? Это не только безумие. Это сумасшествие совершенное. Если человек молится. Ребенок заболел. А родители разной веры. Она мусульманка. Он женился на ней. Она так и не перешла. А ребенок заболел. Как искренне стали все молиться? А ребенок выздоровел? По чьей молитве? Те говорят, это наш Бог. Аллах услышал. Да как это? Наш Бог услышал. Ну давайте выйдем еще об этом спорить. Вы молились, доверились. Так и будет спорить. Надо прекратить споры просто. Не позволять спорить. Возвестил и отошел. Левит 10-17. Почему вы не ели жертвы за грех на святом месте? Ибо это святыня великая. Бог назначил. И надо приступать к этому. Бог сказал, что без причастия не спастись. Почему? Кто-нибудь есть в плоти сына человеческого. У Иереки Икопа этого нет. Это есть только в церкви. Так всегда понималось. И так в священном писании. И не надо об этом спорить. А у них хорошо, там перечисляют всех вописок. И я говорю, там хорошо. Но священство нет. Без этих священных рук, как говорит Маталь, нет спасения человеком. Почему? Бог установил. Да делай добро, не воруй. Я понимаю, как важно быть благодетельным, нести общественное служение. Но от церкви я не люблю, по вам не хожу. Я от многих это слышал. Ты споришь с Богом. Бог установил. Вне церкви нет спасения. А церковь только там, где Господь установил священство. Где нет священства, не церковь это. Это секта. И любых всегда, кто спроси, они покажут дату образования. 100, 200, 300, 10 лет назад. У церкви основание одно. Сионская горница. Там, где сошел Дух Святой на апостолов. Числа 11, 11. И сказал Моисей Господу, для чего ты мушишь раба твоего? И почему я не нашел милости перед ночами твоими? Что ты возложил на меня бредо всего народа сего? Мне трудно было по всему Писанию выбрать такие места, показать, где люди спорили с Богом. Притом люди значительные, важные. Вождь народа израильского Моисея начал спорить с Богом. Я тебя избрал. Ему не хотелось быть вождем. Он не рвался. Он был не карьеристом. И что он выдвинул? Я не речистый. Я заика был. Указал на язык. Бог сразу сказал ему. Это просто решается. У тебя брат речистый Аарон. Он будет тебе как Богом. Я через него буду тебе говорить. Не надо думать, что тот стал Богом. А ты что споришь с Богом? Бог тебя поставил именно вот так. Поставил староста в этой церкви. Священником ты стал. Матерью, отцом. И не спорь. А у нас нет детей. А теперь мать донорная идет искусственно. Теперь научились оплодотворять. Все сделают. Это не Божий путь. Ты согласись? Нет детей. Остался без жены? Не ищи жены. Остался без детей? Не ищи детей. Это твоя ниша, в которой тебе Бог поставил. Он тебя искать там будет. А вот там, где тебя искать будет, теперь обихоть эту гордость, сделай ее убранной, чтобы отец сына мог прийти и обитель сотворить. И об этом надо постоянно помнить. Четвертая церковь 12.7. Но царь Иоас позвал священника Иоанда и священников и сказал, почему вы не исправляете повреждения в храме? Эта забота была о колено ливи. Все отступили. И вдруг царь встал. Ведь церковь-то не была бы такой, если бы священники были на должном духовном уровне. Вызвали их, сказали сотрудничать с КГБ. А мы не пойдем. Просто мы не можем пойти на этом. Так и их расстреляли бы, но они были бы на небе. Я считал, в архипелаге Гулаф, когда были пленные японцы, эта война-то была быстро, там, в месте село, обоевались в Японии. И много взяли пленных. Им сказали сдаваться. У них пушки все было, они сразу сдались, у них дисциплина. А их поставили задачей здесь уморить. И вот они там работают на шахтах, в рудниках. А у них питание другое все. Они между собой уже решили. А идут колоннами по пять человек. Сразу в шахту спускается, допустим, десять тысяч человек. Подходят их офицеры, умеют разговаривать к начальству. Наши плохо себя чувствуют. Рис надо. Какой рис? Вы пленные. Рис надо, нам плохо. Стоят перед шахтой, а туда полкилометра. Шахта. Так будет рис или нет? Нет, не будет. Шагнула первая пятерка, полетели вниз. Еще раз спрашиваем. Будет рис или нет? Какой вам рис? Вторая пятерка шагнула, все пятеро, взявшись за руки, полетели вниз. Еще начальство остановилось. Рис будет. Все. Пятнадцать человек спасли пятнадцать тысяч. Ведь так священники-то не сказали. Но если я правильно буду крестить, меня архиерей запретит. Господи, да покажи мне хоть одного священника в России, которого запретили за то, что он правильно крестил. Да не за это запрещают-то. А за неблаговидные дела. А это только престижная. Надо уметь противостать злу. Не подчиняться ни архиереям, ни патриархам, когда это вопреки Слово Божие. Тебя первого запретят, второго видишь, где-то дело тронется. А с кого начать? Давыд спрашивал, кто первый начнет битву? И он показал, какой отряд пойдет, и как вы узнаете, шум раздастся на деревне. По слову-то Божию учили бы, с Богом-то не спорили. А почему не с меня? Синия говорит, так тоже. Вот я первый восстал. Я не стал искать где-то. По слову Божию посмотрел, увидел, все монашество спорит с Богом. Они собственную праведность корешками пытаются спасаться. Собственной праведностью. Отвергая праведность Божией. Вообще, как будто Бог за нас не умирал. А то больше не ест и прочее. Сектанты все спорят с Богом. А зачем церковь? Ну, мы вот создали церковь свою, и все. Все до одного. Сектанты спорят с Богом. Католики. Католики спорят одним папой. Без папы невозможно, на каждом месте папа. Папа наместник Христа, это наместник Бога. И все, что сказал от Бога. Нет этого нигде в Писании. Никаких наместников. Повреждения в Доме Божьем надо исправлять. Это все повреждения. И Иоанн сам увидел их. И не надо спорить. И Бог сказал, видишь, недостаток, пойди обречи. Спросите, какая должность была у Иоанна Крестителя? Должность. Ведь вообще-то глаз упившего в пустыне, это не должность. Это призвание, это ревность. Ну а вообще-то священник был. Ничего у него не было, никакого звания. И он один только Ироду сказал, не должно тебе иметь жену брата твоего Филиппа. И он лишился головы. Ну и все знают эту историю, и закончили. А Иоанн зато ус дальше продолжает. Ты хотел бы получить награду от Бога. Иди обнучи тирана. Иди. Тебя поприще открыто. Ты получишь награду от Бога. Ты не бойся никого, пойди, кто по слову Божий нет. Говорит, возьми двух троих с собой и тоже покажи. Это Дом Божий. Дом Божий это не здание. Это мы в себе. И мы составляем вместе Дом Божий. Как хорошо быть братьям вместе. Хорошо и приятно. Иоанн 21.7. Почему беззаконные живут, достигают старости, да и силами крепки? Вот вопрос. А ты что споришь с Богом? Долго они живут, а ты попроси Господи, может под старости дашь им покаяние? Слово «почему» всегда заключает в себе не только недоумение, но и несогласие. Ну а почему это со мной только? А почему я крайний что ли? Ты не задавай этот вопрос. А тебе сказали помочь. Ты пойди и помоги. Ты наоборот спеши. В почтительности предупреждайте друг друга. Иначе ты окажешься не первой, а последней. Ты услышишь, что требуется где-то помощь? Поспеши. Я говорю, что мы объявили сбор денег. Поучаствуйте в этом. Осенью сделаем полный сбор дома, пока сохраняйте. На перевод Евангелия для алтайского народа, который рядом живет. А там требуются большие средства. Мы в прошлый раз один сделали. Приехал даже к нам директор этого отделения РБУ, российское библейское общество. Ты можешь не участвовать. Но когда будут там обращаться души, через родное, на родном языке Евангелия, твоей лепты там не будет. Ну немножко хоть лепту вдовы вложи. Отдельно заведите дома коробочку где-то, конвертик. И складывайте туда. Где дело Божие. Мы будем участниками благовестия. Да, там участвуют в этом библейском обществе 70% протестанты. Мы священники там есть. Имеет благословение на это патриарха Алексея и прочее. Нас интересует по Божьему это или нет. Я скажу, это истинное проявление силы Духа Святого. Пока не обречетесь силой, будете не свидетелями. Новые свидетели растут. Они в общине послали людей, которые изучили древнееврейский язык. Сидят со свитками. Купили компьютер и технику. Требуются деньги. Люди, которые оторваны от работы. Переводят на чеченский язык. И переводчиков прячут, чтобы не убили. Молитесь об этом. Кто щедро сеет, тот щедро жрет. Мне не надо этого. Мы уже участвовали. И мы все, все общины. Каждый дом откладываем. И осенью сделаем сбор и пригласим, чтобы к нам снова приехали те люди, которые занимаются великим евангельским трудом. Исайя 58.3. Почему мы постимся, а ты не видишь? Смиряем души свои, и ты не знаешь. А мы даже с этим согласимся. И правильно, Господи, что мы молимся, а ты не слышишь нас. Какова наша жизнь? Где наше свободное время пропадает? И спорить с Богом не надо. А вот что он нам отпустил, и сказать это как раз и даже излишне. Вот в день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других. Вот она и причина. Ваша воля. Что хотите, то и делайте. Я вчера говорил об этом. Вы имеете возможность бывать в городе. Если взять по общему количеству жителей, то Потеряевка довольно-таки мобильная. Транспорт есть, ездят. В свободное время 6 дней в неделю вы помогаете мужьям своим. Расспросите, с кем они встречаются, в какое время, что можно дать. Если у вас нет Евангелия, прийдите, мы вам дадим Евангелие от Иоанна бесплатно. Новые заветы. Чтобы вооруженные выезжали отсюда. Чтобы Потеряевка была говорящей. И скажи, меня назначил Бог благовестником. Для этого я здесь нахожусь и никому не выступлю это место. Иеремия 24. Разве Израиль раб? Или он домочадец? Почему же он сделался добычей? И с этим спорить не надо. Только ответить по грехам нашим. Но Бог долготерпелив и много милостив. Иеремия 18-19. Вы говорите, почему же сын не несет вины отца своего? Потому что сын поступает законно и праведно. Все уставы мои соблюдает и исполняет их. Он будет жив. Иногда говорят, ну это хорошо, что разбойник покаялся и Бог его в рай берет. А вот если всю жизнь молилась, постилась, трудилась, долго жила, все делала, а под старость сделался дурной характер, неуступчив, а Бог говорит, в чем застану, в том наслужу, ни одно правильное дело тебе не припомнится. А вот с этим уже мы не согласны. А ты согласись. Почему? То первое, что разбойника в рай ввел, простил, не поминая ни одного плохого дела, это Бог. И то, что не припомнит ни одного доброго дела, если ты грешишь в конце жизни. И это Бог тот же самый. И спорить не надо с этим. Надо быть настороже. Надо каждый день готовиться к смерти. А вернее сказать, к встрече с нашим Господом. А верующие понимали, я каждый день готов получить награду, а теперь готовиться мне венец жизни. Ну до этого мы еще не доросли, может быть. Малахия 2, 10. Не отбили у всех нас отец. Почему же вы вероломно поступаемы друг против друга, нарушая тем завет отцов своих? Вот в этом почему вина наша. Какой завет мы получили от отцов? Кого он называет отцами? Заметьте, один стих, но сколько вопросов. Я отца своего не могу сюда поставить, деда не могу поставить. Никаких заветных евангельских они мне не дали. Я всегда отношу апостолов, это отцы наши, пророков. Почему же мы вероломно поступаем против них? Я одно и то же место долблю, одно и то же. Потому что исполнения пока нет. Запомните. Богоскужение пропускающее раздевает мать церковь. И грех его больше греха хамово, говорит Иоанн Златоуст. Мы все как бы листики на дереве, и ты отсутствуешь, дерево голое. Как просто он мог это понять. Златоуст объяснял одно место. Вот Авраам покинул родственников и пошел. Все. Он объясняет, какие были обычаи, погодные условия, какие народы рядом жили. Я с другой стороны захожу. Где кто покидал родину, как он уходил, все места по Писанию. Люди не знают Библии. У меня одна задача людей научить шествовать по Библии. Вот вопрос коснулся спорить. Я беру по Библии. Вообще, о чем люди спорят? Библейские. И как это к нам перенести, чтобы нам не спорить? Матфея 17, 19. Ученики, приступив к Иисусу, сказали, почему мы не могли изгнать его? Вот этот вопрос сегодня ставят все. Появляется экстрасенсы, руками машут, исцеляют что-то. А надо согласиться с тем, что мы не постимся, как должно, и не молимся. Христос дал ответ. Постом и молитвой изгоняется род сей. Ребенок не послушен. И видно, что у него уже качество уголовника будущего. Прямо видно его жестокосердие. Где выход? Ничего не можете сделать. Оружие одно. Демон захватил душу. Бейте за эту душу. Постом и молитвой. Согласитесь с Богом и не спорьте. Не ищите вину. Кто-то виноват. То у меня брат, то сват отступил. Был в общем и ушел, потому что его не искали. Плохо. Пустые, говоришь, слова. Это люди придумывают, что Иоанн. Богослов. Это в житии написано. Было или не было. Отступил один, пошел по пустыне. Искать. Да он искал его. Даже допустим. Искал его. Нашел. Ну и все. А Павел никого не искал разве? Но, говорит, я остался один. Если обратиться к человеку, он должен сам о себе позаботиться. Ты ему засвидетельствуй. И на этом остановись. Селом зашил, так никого нельзя врать затащить. Иоанн 8, 43. Почему вы не понимаете вещи моей? Потому что не можете слышать Слово Моего. Почему вы спорите со Мною, говорит Господь? Потому что не можете слышать Слово Моего. Почему между нами единства нет здесь? Потому что не по Слову Божию поступают. Слово Божие нас только объединяет. У нас вот личность здесь стоящих, Слово Божие ни в чем не должно разъединять. Нигде. Притом в исполнении. Иоанн 8, 46. Кто из вас обречит меня в неправды? Если же я говорю истину, почему же вы не верили мне? Эти слова прозвучат когда-то на Суде Божьем. Почему мы спорили с Богом? Все, что нам Бог дает, это от Него. Говорят, погода сегодня плохая. Таких выражений нет. Другая погода. Нам не нравится, это может быть. Но плохой погоды у Бога не бывает. Война пришла, плохие времена. Это хорошее. Гонение на христиан хорошее. Лютые времена. Это от Бога. Спорить не надо. Надо подставлять шею, страдать и понимать. Бог ударами нас гонит к Царству Небесному. Итак, чтобы мы не были в счастье спорящих, смиренно склоним голову и скажем, за болячки моим благодарю. За то, что у меня в семье. Прости, что не так, Господи. Но я постараюсь исправить. Что во мне не так, прости. Я получил от родителей хорошее здоровье. Я не умно жил, я его растратил. Прости меня. И спорить с Богом крайне опасно. Аминь. Спасибо. Спасибо.